Вы смотрите «Самое доброе утро» с Сергеем Мукановым и Екатериной Иваниловой. Сергей, а ты хотел бы стать очень влиятельным человеком, вот прям буквально всегда получать от людей то, что тебе нужно? Я думаю, это не сложно, Катюша. Просто нужно изучить несколько сотен биографий великих политиков и бизнесменов, проанализировать их какие-то излюбленные приемы и механизмы влияния на людей, и вуаля, успех обеспечен. Все можно сделать гораздо быстрее и гораздо проще. Достаточно изучить несколько правильных жестов, а их нам покажет наша рубрика «Зарядка для успеха» и Ольга Полищук. Самое доброе утро! Меня зовут Ольга Полищук, и пока вы собираетесь на работу, мы изучим с вами несколько магических жестов. Нет-нет, магией мы с вами заниматься не будем, но зато поймем, как с помощью жестикуляции влиять на других людей. Знаете ли вы, что жесты очень влиятельны? Поскольку они не осознаются человеком, то информация, переданная через определенный жест, попадает прямо на подсознание человека. Например, в неформальной беседе вы начинаете с начальником со своим разговаривать о пылесосах и говорите ему «Я знаю про новую модель пылесоса, он очень эффективный и надежный». И при последних словах вы делаете жест в свою сторону. Начальник воспринимает пылесос, но вас он также воспринимает как надежного и эффективного сотрудника. С помощью жестов вы также можете расположить человека к себе и сблизиться с ним. Вы также выделяете позитивные слова, но при этом делаете вот такой объединяющий жест «Вы и он». Если людей много, то можно сделать жест большой, но также показать на себя. И через какое-то время вы станете очень быстрее. Можно убрать ненужного вам спорщика, если делать жесты в его сторону при отрицательных словах. Например, вы рассказываете «Погода сегодня какая-то гнусная, ужасная, противная». Все воспринимают про погоду, а вот эта вся гнусность вешается на него. Существуют жесты объединения. Их используют лидеры и политики в своей практике. Можно делать руками, а можно просто ладошкой. После таких жестов у людей появляется желание к совместным действиям и взаимоподдержке. В противовес им существуют жесты разъединения. Можно руками, а можно пальцами. Через какое-то время у людей может даже возникнуть желание поссориться, разбежаться или перестать действовать вместе. Многие из нас не замечают, как используют доминирующие жесты. Например, руководитель хочет поднять людей на славную работу, но при этом жестом постоянно их гасит. Для этого существуют другие жесты. Например, жест поднятия, который вызывает радость и воодушевление. Либо жест, закручивающий вихрь, после которого хочется двигаться и делать самые славные дела. А еще темп вашей жестикуляции задает ритм другим людям. Хотите спокойствия? Замедляйтесь сами. А если ждете от других движений и динамики, ускоряйте темп. И пусть сегодняшний день будет результативным, позитивным и очень-очень ритмичным.